Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим хачапури по-аджарски. Итак, начнем. Приготовим опару. 130 грамм молока смешиваем с 80 граммами воды. Подогреваем до чуть теплого. Добавляем 6 грамм свежих дрожжей. Добавляем пол чайной ложки сахара. 320 грамм муки высшего сорта просеиваем в отдельную емкость. К молоку с дрожжами и сахаром добавляем 3 столовые ложки просеянной муки. Добавляем пол чайной ложки соли. Все хорошо размешиваем до однородности, чтобы не осталось сухих комочков муки. Если будете использовать сухие дрожжи, то просто добавьте их в муку и хорошо перемешайте. Отставляем опару в сторону минут на 30-40 до образования пенной шапочки. Затем к просеянной муке добавляем подошедшую опару. Все хорошо перемешиваем сначала ложкой, потом руками. Постепенно небольшими порциями добавляем в тесто растительное масло. Каждую порцию масла тщательно вмешиваем в тесто. Как только все масло вошло в тесто, переходим на рабочую поверхность и вымешиваем тесто довольно-таки долго, около 15 минут. Можно замесить тесто в тестомесе, если он у вас есть. Емкость слегка смазываем растительным маслом. Собираем тесто в шар, выкладываем в емкость, накрываем пищевой пленкой с отверстиями и оставляем при комнатной температуре примерно на 2-2,5 часа. Через 30-40 минут слегка смазанными растительным маслом руками делаем первую складку теста. Затем округляем тесто, накрываем пищевой пленкой с отверстиями и оставляем при комнатной температуре на 30-40 минут. Через 30-40 минут проводим вторую складку теста. Округляем тесто, накрываем пищевой пленкой с отверстиями и оставляем еще на 30-40 минут. В идеале, если позволяет время, необходимо провести 3 складки теста. Выкладываем тесто на слегка припыленную мукой рабочую поверхность и делим на 3 равные части. Каждую часть теста округляем, накрываем пленкой и даем отдохнуть 10-15 минут. Тем временем 200 грамм сулугуни и 100 грамм адыгейского сыра натираем на крупной терке. Выкладываем натертый сыр в емкость, добавляем 70 грамм молока. Все тщательно перемешиваем. При желании можете добавить соль по вкусу. Снова хорошо перемешиваем. Из теста формируем лодочки. Берем первую часть теста, остальные колобки держим под пленкой. Аккуратно растягиваем руками тесто в прямоугольник. Затем скручиваем тесто с обеих сторон. Края тщательно защипываем и формируем лодочку. Перекладываем лодочки на противень, застеленный бумагой для выпечки и щедро наполняем их сырной начинкой. Ставим противень в разогретую до 220-240 градусов духовку. Первые 5-7 минут печем с паром. Затем снижаем температуру и печем до легкой румяности. За пару минут до окончания выпечки достаем хачапури из духовки. В центре ложкой делаем углубление и выкладываем в него один желток с небольшим количеством белка. При желании желток можно не добавлять совсем. Снова ставим хачапури в духовку буквально на пару минут. Достаем из духовки и подаем. Хачапури по-аджарски это невероятно вкусная выпечка. Тесто мягкое, воздушное, много сырной начинки и жидкий желток. Попробуйте приготовить и вы! Спасибо, что посмотрели видео. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И также, при желании, вы можете поддержать канал финансово. Все ссылки в описании под видео. Всего вам самого доброго!